приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим последние недели перед пасхой поговорим о важных вещах которые нужно сделать каждому человеку итак друзья все более подробно далее в этом видео давайте начнем с того что последняя неделя перед пасхой это достаточно важный период для верующих людей который связан со множеством традиций и обычаям чтобы должным образом подготовиться к светлому христову воскресенье у следует точно знать что же необходимо сделать перед пасхой знаете православная церковь говорит нам о том что семь дней до великого праздника пасхи это время когда верующий вспоминает о страданиях иисуса христа и вы знаете каждая дата наделена особым смыслом имеет свои особые традиции и запреты что же можно делать за неделю перед пасхой от каких действий лучше отказаться далее все в этом видео итак друзья давайте начнем с того что наша пасха выпадают 2022 году на 24 апреля соответственно все мы православные верующие отметили кто-то уже отметил 17 апреля верное воскресенье или по-другому вход господин иерусалим и страстная седмица начинается у нас на следующий день с 18 по 23 апреля включительно и любой день вот это священная неделя называется великим в храмах проводятся службе особенно торжественные и важные так как пасха в церковном календаре считается главным праздником дни святых страстную седмицу не праздную умерших не поминают не крестят детей и не увенчают влюбленных любые приготовления ориентированы только на празднование пасхи каждый день этого священного периода имеет и свое значение давайте начнем с великого понедельника в эту дату служители храма вспоминают и рассказывают о святом патриархе иосифе человека которого собственные братья продали в рабство священники в понедельник начинают варить мира это масло для помазания после крещения состав его входят 50 разных масел и трав а процесс приготовления занимает три дня в этот день разрешено убирать в доме стирать ремонтировать дом особенно важно вымыть окна согласно народным поверьям встречать пасху с грязными окнами все-таки плохая примета также можно высаживать и растение считается что будет хороший урожай далее великий вторник и великий вторник вспоминают наставление и разговоры иисуса христа с учениками именно во вторник согласно заветам он рассказывал о страшном суде о воскрешении мертвых и о различных чудо творениях которые откроются только избранным традиции такие же как и в понедельник но лучше в этот день привести в порядок одежду постирать погладить и зашить далее нас ожидает великая среда и как говорит библия в среду иуда предал христа за 30 сребреников также духовные настоятели говорят и о марии магдалине которая мывала ноги иисуса и мазала их миром именно в этот день священники читают молитвы спал с поклоном а затем отменяют их до троицы считается что в среду господь искупил наши грехи поэтому в эту дату нужно исповедоваться по домашним делам для людей никаких ограничений нет можно делать все то же самое что и в предыдущие дни и обращаем ваше внимание что как правило раньше славяне еще во вторник покупали яйца на пасху считалось что приобретенные в этот день они долго не портятся далее наступал великий четверг и в четверг люди начинали готовиться к пасхе красить яйца убирать в доме стирать одежду и печь куличи второе название этого дня чистый четверг есть даже традиция до восхода солнца нужно обязательно искупаться и очиститься служители храмов считают особую длинную службу в году это 12 евангелий а страдания христа верующие стоят зажженными свечами и не гасит их до прихода домой православным этот день обязательно нужно причаститься далее у нас наступает великая пятница день когда по библии распяли иисуса христа храма вспоминают страдания господа на христе и выносят плащаницу изображение господа в гробу а верующие должны поклониться святыне любые работы запрещены и этот день обозначен как траурный и церковь категорически против любых действий со стороны мирян далее наступает великая суббота и здесь у нас выступает последнее богослужение когда священники говорят о том как погребли иисуса в эту дату уже духовные наставники одеваются в торжественные одежды и освещают пасхальные куличи принесенные людьми самая главная служба начинается вечером а в иерусалиме сходит благодатный огонь люди могут сделать все домашние дела если не успели и никогда не дают в долг есть народная примета что те кто нарушают запрет сами будут нуждаться ну а что же нельзя делать во время этой страстной недели на неделю перед пасхой издавна установлен целый перечень запретов и мы рекомендуем практиковать воздержание причем это касается не только плотских у тех нужно быть смиренными в мыслях и поступках принятие пищи и развлечениях строго-настрого запрещено устраивать шумные посиделки отказывать кому-либо в помощи ссориться завидовать хамить и сплетничать не забывайте о том что поминать умерших родственников тоже нельзя теперь друзья давайте поговорим о важных вещах которые на которые нужно сделать в эту последнюю неделю перед пасхой и вы знаете что самое важное что нужно сделать то верующие должны навести порядок в своей жизни и в своем доме что для этого сделать нужно нужно вымыть окна выстирать шторы чтобы открыть путь в свой дом божественному свету разберите вещи ненужные раздайте нуждающимся сломанные выбросите особенно это касается разбитой посуды и зеркал помните этим вещам не место в вашем доме конечно же обязательно проведите генеральную уборку обычную уборку проводят чистый четверг но вы можете дела по дому и разделить на несколько дней обязательно выстирайте одежду уберите на хранение сезонные вещи и переведите в порядок обязательно летние по возможности вытравить и паразитов тех же таракана клопов муравьев постарайтесь и ежедневно молиться хотя бы молитва отче наш должна быть у вас на первом месте обязательно протирайте пыль приводите в порядок иконы если у вас нет иконы спасителя и и следует приобрести ну конечно же не 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 забудьте заготовить и соль в четверг и пасхальные угощения также постарайтесь в эту неделю отсечь все дурные помыслы и это наверное самое необходимое условие великого поста вы должны понимать что вы должны понимать это что ваша воля это при превыше всего и вы вольные принимать или отрицать что-либо помните об этом и если вы позволить позволили себе какие-то дурные мысли недобрые помыслы постарайтесь от них избавляться иногда это очень сложно особенно когда это касается зависти злости несправедливости но мы с вами все должны помнить о том что мы пришли в этот мир божественными созданиями и такими должны быть конечно же перед пасхой особенно если прошло много времени с последнего причащения постарайтесь пора покаяться и причаститься исповедь требует глубокого осмысления пережитого и необходимо для того чтобы выплеснуть из глубин сердца то что может там лежать годами и тянуть вас на дно также обязательно постарайтесь очиститься очиститься от негатива проведите практику очищения наберите водичку из любого источника и поставьте на несколько часов под домашним алтарем после отведенного времени трижды перекрестившись прочтите молитву отче наш и облейтесь водой можно оставить немного воды чтобы окропить например пороги входной двери тем самым вы перекроете вход в дом негативу и дурным людям также постарайтесь и отвести время чтению евангелия и воспоминаниям о земной жизни иисуса христа помните о том что это последняя неделя страстная неделя это время для воспоминаний о страданиях христа посещений богослужений и молитву в это время мы с вами должны думать о том что мы должны быть чисты как иисус христос надеяться только на самое лучшее никому не желать зла это очень важно хотя мы все с вами люди и иногда мы совершаем какие-то определенные не очень хорошие действия поэтому вы пытаетесь попросить прощение не обязательно говорят человеку эти слова хотя бы на расстоянии напишите записку прощения с самим себе это очень важно сделать именно на этой неделе заходите поплакать плачьте и таким образом в через слезы происходит очищение не бойтесь но и пожалуйста не страдайте потому что мы пришли в этот мир опять же не страдать а радоваться и созидать вот друзья такие дела вы должны сделать в последнюю неделю перед паской потому что все-таки это неотъемлемая часть подготовки к светлой пасхи ну а саму паску нужно встретить в чудесном настроении в торжественно для того чтобы вы радовались помните о том что у нас великий праздник скоро и очень важно быть в радости друзья всех поздравляем с наступающими праздниками желаем всем здоровья благополучия изобилия достатка пусть вашей жизни исполняется все ваши сокровенные желания сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал за обращаем внимание ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал взять на ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране друзья вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете смотрите там много для вас полезной важной и возможно секретной информации